Андрей, дальше, Андрей, на мое возражение, он там написал. До начала войны были каналы, честно говоря, вам как человеку помогает многим, и я сам использовал ваш опыт, с удовольствием проинвестировал бы до определенного уровня. Боюсь, здесь, в Денвере, это маловероятно. Могу напомнить, и Бутейко, и Федорову помогли влиятельным военным, и другим из высшего эшелона. Да, знаете, я тоже, конечно, могу помочь вот этим всем военным, и т.т.т.т.т.т. Я очень хорошо могу помочь, так в обществе закрутилось, что, мол, только какая-то суперклиника, и, возможно, лучше всего в Израиле, может это сделать. И, знаете, смотрю на все это, там у них и диагностику делают, и еще что-то там, какие-то там коррекции, и так далее, и того подобного. И вот так как я имею свой собственный опыт, что было и что стало, вот именно для себя, я сделал для себя намного больше, чем все эти клиники с оборудованием и заумными там всякими там методиками и прочими там лекарствами и, естественно, суммами за это. Практически бесплатно, вот в чем суть. Оказывается, можно свое здоровье поднимать на такой колоссальный уровень совершенно бесплатно, по всем показателям. Сахарный диабет, сердечно-сосудистые, та же предстательная железа, тот же геморрой, суставы. И даже, как бы сказать, я не хочу сказать, что у меня омоложение, но процессы столения, как они идут, но почувствовать более мощную энергетику, более мощное жизненное проявление. Вот это я ощутил на себе. И так как я это ощутил, меня уже с этой дороги не свернуть. Как я вам рассказывал и показывал, голод 40 суток. Вот там, допустим, ага, у тебя там опухоль, мы там то-то вырежем, то-то вырежем. А вы посмотрите на мой голод 40 суток, что с меня выходило. Вот вам могут сказать, там опухоль там, сям, пятое, десятое, надо там резать, кромсать, туда-сюда лезть. И возможно не раз, и то применять, и так далее, и тому подобное. А я вот с помощью голода, видите, так поставил организм в такие условия. Когда он сам начал отторгать эту опухоль, и я ее видел своими глазами и вам показывал. И меня уже тоже с этого пути не отвернуть. Я понимаю, что это может сделать сам организм. Конечно, на определенном этапе запускать особо нельзя. Когда уже безвозвратно все ушло. А вот до того, как, чувствуете, что что-то не то. Ага, а займусь-ка я здоровым образом жизни по Генке Малахову. Почищу-ка я кишечник, чтобы шлаки не шли в кровяное русло. Дальше почищу-ка я печень, чтобы все виды обмена заработали как надо. А почищу-ка я межклеточную жидкость, чтобы вся эта дрянь вышла, чтобы я засверкал. А поработаю-ка я над своим умом, и глядишь, совсем другое дело. А то получаются методики, научные достижения и прочие интересные вещи. Ты об этом и не думай. Вот тебе таблеточка, у тебя голова заболела, вот она таблеточка. Суставы заболели, вот тебе еще что-то. А, плохо вообще ходишь? Ну давай мы тебе заменим суставчик там, и побегишь. Как кузнечик, да? Поскачешь там. Вы чувствуете разницу подхода? Или вы не чувствуете? Пошли дальше. Значит, вот этих вот, высших этих всех, легко и просто поднять и довести. Было бы у них только желание этим заниматься. Я бы им показал перспективу, вот то, что вам это, и вот то, что вот это. Так, из высшего эшелона там. Кстати, из высшего эшелона ко мне приезжали, когда еще старый дом был. Там спрашивали, а что, что и как. Когда первые книги появились, был бум. Особенно в Москве там раскупали, покупали. Там, грубо говоря, до 97-го года или 98-го. 30 миллионов было продано, а потом же еще шторговали. Так, что люди и уринотерапией занимались, и все. Так, так, и по опыту знаю, что инвесторы хотят и более 90%. А мне не нужны инвесторы, мне нужны, вот, говорит, вот, простые люди. Вот я не знаю, ну, я вам привел в первой части два канала. Это Спортфаза и Джоуби Ченнел. Там один человек, и здесь один человек. Вот они. Переводили, взялись и пошли. И у них канал раскрутился. Зачем инвесторы, знаете, не надо вот сразу как-то глобально там думать, что вот для этого надо то-то. И на этом у вас все и рушится. Инвесторы, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ай-ай-ай, и так далее. Еще разок говорю, начните с малого. И посмотрите. Пять. Про целебную кулинарию. Насколько народ хочет быть здоров, оздоравливать себя с помощью питания. Озвучите все. Сами озвучили, перевели, озвучили, выложили и посмотрели. А дальше уже будет ясно. Так, хотя, извините за мнение вслух, мне ненормально, Андрей, мне ненормально. Но, думаю, вы отреагируете, типа, ну и что тогда время тратить? И будете правы. А я не говорю вам, что тогда время тратить. Я вам как раз говорю не про этих инвесторов, а про обыкновенных людей. Допустим, которые за границей владеют русским языком, и одновременно там английским, немецким, французским. Ну, в смысле, в какой стране живут. Пожалуйста, попробуйте. Как говорится, спрос не дарит в нос. А как только инвесторы, это все, это там. Я не хочу с ними и связываться, с этими инвесторами. И никаких кредитов не беру. Умудряйтесь заработать сами. Так, но мне пришлось порядком изменить подход для достижения цели. Ну, смотря какая цель. Вот, допустим, если просто, грубо говоря, стать богатым, я бы постарался теперь стать банкиром. Потому что все деньги там. А, что я тут буду по мелочам что-то там такое делать? Банкиром. Просто выполняю работы и из-за адвоката, и из-за плотника. А приглашаю только консультанта. Удачи. Хачи дачи, пожелайте нам удачи. Ну, нормально. Разобрал комментарий Андрея. Так, Данка Данков пишет. Доктор Барк затронул такую интересную тему. Как кето-диета. Знаете, ну, это детский сад, когда вам кто-то рассказывает про какую-то диету. Любая диета, я об этом многократно рассказывал, она со временем кончается. И вы опять должны вернуться к какому-то питанию. И питание должно быть правильное. С учетом особенностей вашего организма, индивидуальной конституции, возраста, времени года и даже места проживания. Примерно вот так вот. А это кето. Ну, я не знаю, что там вы, чтобы вес бросить, или еще что-то там такое. Вы просидели на этой диете. Знаете, у нас на Малахов Плюс передачи про сброс веса были самые популярные. Они были практически через... Каждые пять, наверное, передач шла передача про то, как толстяку там сбросить вес лишний и так далее. И вот я столько поперевидал на передачи людей, которые там сбрасывали вес. А потом возвращались к обычному питанию, и 10 килограмм, 20 килограмм они сбросили, набрали 15, 25, а то и 30. То есть они не знали, как правильно питаться. Да, вот это вот разные там диеты, там доктора Миркина молодец, он там брался за людей, которые более 200 килограмм весят. И плюс он еще их сопровождал. Они помогали. При этом он сопровождал их, чтобы человек не сорвался. А так, я говорю, ну это не естественно состояние вот этого диета и так далее, и того подобного, которое имеет временный характер. Я вам говорю, вот в чем разница между вот этими всеми рекомендациями и мной, которые как бы... А, 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 вот это, то, все, пятое. А вот если два яйца есть, что с вами будет? А вот если сахар есть, что с вами будет? А вот это, вот это, то, то, то. Я вам даю разумный и эффективный метод на всю оставшуюся жизнь. Как составить свое собственное питание? Как сделать так, чтобы оно было полноценным? При этом с вложением минимального количества денег. О витаминах поговорим. Вы знаете, сколько я не ел этих витаминов? Значит, очень-очень редкие, очень редкие, а я их переел очень много, когда спортом занимался, знаете, витамины, надо восстанавливаться, надо то, все, пятое-десятое. Значит, очень редкие, действительно, что-то такое делали ощутимое в организме. Все остальное толка не работает. Более того, потом, от этих витаминов надо еще печень чистить и почки чистить. Настолько они это, ядовитыми становятся. Они должны быть активными. Целебная кулинария как раз рассказывает о том, как сделать пищу биологически активной. проросшее пшено, свежевыжатые соки, листовые салаты, ну, тут и сырые там пойдут, допустим, те же там орехи и так далее. А не то, что вы пилюльку приняли и думаете, и думаете, человек, вот каждый, который принимает витаминов, пошел в аптеку, даже дорогие купил, они должны сработать. При этом он не знает, как, вернее, с чего их производят эти витамины. Вот, какое сырье используют? Смотрите, первый этап, использование сырья. Далее, переработка этого сырья. Значит, если сырье даже хорошее, во время переработки что-то теряется. Далее, хранение, во время хранения опять-таки что-то теряется. И при потреблении вы думаете, что сейчас они заработают. А на сколько они заработают? Насколько организм сможет их захватить и пустить в нужное русло? Вы тоже это не знаете? Вы ничего не знаете, вы ничего не контролируете. И при этом платите деньги и думаете, что это поможет. Помогает тем, кто это производит. А я вам рекомендую контролировать процесс получения витаминов с проросшего зерна, группы В, Е и так далее. Все у вас перед глазами делается. Значит, кето-диета разобрали. Вам тоже, знаете, есть еще кремлевская диета, по-моему, где-то одинаково. Только назвали это кремлевская диета, это кето-диета и так далее. Может, я ошибаюсь. Вам тоже можно что-то интересное поднять на тему примерно паразитов и так далее. Ну, любая тема, она должна быть разумной. Допустим, если человек поражен грибком, для него это важно, как избавиться от грибка. На ногтях, молочнице, если у человека прыщи какие-то гноеродные, предстательная железа, вот это все начинает плохо работать, какие-то гноистые выделения, это другое. Если там гланды, это третий. Если, грубо говоря, глисты имеются, это несколько четвертых. Но с этим надо поработать. Что его поднимать? И, знаете, поднимать и вот это, основное, основное. Хотя, хотя, у современного человека, если так честно и откровенно, организм кишит паразитами. При этом они так себя ведут, там, допустим, глисты имеются, что человек даже и не подозревает, что у него там глисты. А потом, когда он начинает вот эту противопаразитарку, делать там, голодать, там, очистительные процедуры, особенно печени, видите, у него глисты вышли. Откуда? Чего? Как? Одна так и написала, женщина, говорит, вы знаете, я такая частюля, никогда не думала, что у меня могут быть листы. Ай, вышли листы. Это не та тема, это не та тема, знаете, чтобы вот лишь бы что-то тут поднять какую-то интересную тему и так далее. Я поднял тему здорового образа жизни, в которой в составной части входит и в том числе борьба, разумная борьба с паразитами разных мастей. У меня же книжка есть «Жизнь без паразитов». То есть эту тему я для себя даже более менее капитально проработал. Но так, чтобы ее афишировать только-только. Все должно делаться применительно к конкретному состоянию. А конкретное состояние ведет, грубо говоря, избавление от паразитов, избавление от сахарного диабета или еще к тому, чтобы человек был здоровым. Я говорю о здоровье, а не о чем-нибудь, о каких-то там болячках, которые одно там это. Занимаясь оздоровлением и нормализуя вот все характеристики своего организма, те, которые должны быть на самом деле, болезни исчезают, и паразиты исчезают сами собой. Вот я раньше думал, то все, пятое, десятое, как бы тут вот тут, то, то, все по паразитам вот их там погонять, еще что-нибудь такое. И так, и керосинчик попить, и цабачка понюхать, и клизмочку там с АСД там сделать, или еще. А сейчас я об этом даже не думаю. Организм работает, он сам все это делает. То, что заинтересует аудиторию того региона, то, что заинтересует, понимаете, я иду по пути формирования заинтересованности, а не по пути тому, чтобы, знаете, угождать аудитории то, сё, пятое, десятое. Хотя тут и все есть, вот эти, и видео, и мои книги, это есть не что иное, как и угождение в том числе населению россиян и вообще стран СНГ. Советского Союза, если так уж сказать. Ну, а так, ну, вот кого-то интересует ангина, кого-то интересует, допустим, как это самое, волосы отрастить, третьего интересует кариес, как от этого, четвертого еще. Понимаете, вот эти все вот вещи, которые основаны на в целом нездоровом организме. И когда мы возрождаем здоровье всего организма, это все исчезает само собой. А мы будем вот так вот по этим самым делаться. Вот и о чем говорю. К слову. Так. Вот фишка написала. Я бы очень хотела посотрудничать, что я в РФ еще не эмигрировала. Это как раз вот обращение к конкретному человеку, если у него, конечно, имеется такое желание попробовать. Все. Больше там ничего не надо. Ни инвесторам, ни каких-то влазить в какие-то там долги и прочее, прочее. И наконец-таки вот написал три часа назад. Какая там Берга? Очередной лохотрон на невежестве масс. Вообще так. Малахов это сила. Редкие люди понимают какие глубины и какую простоту я затрагиваю для того, чтобы оставаться здоровым. Ну, это мы с вами разобрали комментарии. Теперь вот пришло письмецо. Елена написала посмотрела, но увы, я же не переводчица, я не смогу, извините. А наши люди, которые за границей РФ живут, вас и так смотрят. Ну, не можете так, не можете, ну, что там делать. И вот наконец Андрей. Значит, вот что он пишет. Сейчас как раз разберем, это тоже интересно. Значит, он пишет, у меня есть уже контракт, как программиста финансовой компании. Контракт. Ну, и что контракт? Это, как бы сказать, открыт YouTube канал. Кто вам мешает? контракт мешает? Тем более, на какую тему вы будете говорить, если вы будете говорить там не на финансовую. Причем тут финансы и, допустим, здоровый образ жизни. Дальше. Ну, попробуй продвигать ваши видео в англоязычной среде. Ну, попробуйте. Нам надо будет подписать договор. Ну, подпишем, что я могу размещать ваши видео на моем канале. Вот тут лучше всего сделать не на моем канале, а сделать это отдельным каналом, чтобы он как раз вот, я не знаю, что вы там на своем канале размещаете, а вот как раз просто вот здоровый образ жизни и его составляющую там, и методики. Здоровый образ жизни и методики. Ну, примерно вот так, чтобы это был отдельный канал, а не то, что вот, знаете, вместе что-то там на моем канале и так далее. отдельно. Насколько я понимаю, вы можете создать несколько каналов на Ютубе разной направленности про машинки, садоводство, питание там и так далее и тому подобное. Лишь бы было желание это вести. Так, на моем канале, то есть это не должен быть ваш канал, это должен быть отдельный канал, который вы ведете. Вот это важно. отдельный канал, с которого вы будете, если все нормально получится, получать свои 50% прибыли. На первых порах, с моей стороны, будет много работы по первоначальной настройке канала. Не знаю, знаете, вот я, когда открыл канал, какая там работа по настройке канала и прочее, 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 прочее. ну, в смысле, там возможно, если продвигать видео, это еще, это я понимаю, что это возможно, как раз Андрей это имеет. Просто тупо открываете канал и выкладываете 5 вот этих вот новых видосов. Все, YouTube там посмотрел, куда там он их попытался подвинуть, не подвинуть, люди посмотрели и дальше вот, вот и дальше. Если это их заинтересует, значит, пойдет какая-то не то, что там многомиллионная аудитория, ну, допустим, десяток, два там посмотрят, уже что-то, какая-то завязочка пойдет. А эту завязочку будем говорить, еще там пяточек выдали, оп, еще. Потом, допустим, они могут что-то спросить, написать, пожалуйста, я на эту тему могу сделать видео, мне станет интереснее работать. А так, я тут уже все рассказал, переписал, и главное сам. Так, настройки канала и создание переводов на английский язык. А тут, если вы владеете английским языком и русским, ну, потратьте время, переведите. Я уже вам разжевываю. Конечно, надо перевести, надо сессию перевести это. Или вы можете сходу там надиктовать, как там у вас получится. Далее, думаю, в первые месяцы это будет убыточное дело. Я тут просто вот так вот плечами пожимаю, убыточное дело, убыточное дело. Открыть канал на ютубе, это что, требует денег? Не требует. Перевести самому, перевести самому, это что, требует денег? Нет, это не требует денег, это требует вашего времени и желания. И все это закачать в канал. Я так лично понимаю, я так работаю, никаких денег никому тут не плачу. Вообще, вот такие вопросы как-то мне становятся очень мало. Убыточное и так далее, тому подобное. Когда вот такие вот вопросы начинаются, и более того, идут вот такие слова, там, убыточное и так далее. Вместо того, чтобы прибыльное дело, прибыльное дело, то есть вы уже будете, вот знаете, знакомясь с такими отзывами, уже начинаешь понимать, что человек, он не настроен, знаете, есть такая очень тонкая настройка на успех. Это очень важная вещь. Есть тонкая настройка на успех, когда человек там это. и есть уже заранее обреченная неудача в связи с отсутствием этой настройки. Человек не может, он не понимает даже, он не задумывается, что можно настроиться на успех, можно настроиться на провал и так далее. В основном все провально из-за того, что люди не понимают, не знают и не верят ни в себя, ни в свои собственные силы. Смотрите, какой перед вами кит сидит. Я рассчитался где-то в 90-м году, имея семью двух детей, которых надо кормить. Я рассчитался с начальника спасательной станции, веря в то, что у меня получится. Вот просто веря и работая, не думая об этом. Все. И получилось. И получилось. А с такими мыслями можно, грубо говоря, и не браться. Дело убыточное, надо привлечь инвесторов, надо еще что-то там такое. Знаете, это даже я хочу сказать так вот. Вы просто-напросто услыхали вот это? Да дай-ка это, пяточек этих, ну, чтобы, знаете, какая-то масса действовала в видео, не одно видео, а пяточек. Да открой, что там с меня убудет этот канал, открой, вот так вот открывается, тут сам сел, заполнился. До этого, значит, попереводил там. Более того, вы можете перевести для себя те видео, которые вам особо понравились и выложить их. Я уж не говорю там целебную кулинарную, а вот что вам понравилось. И выложить. И посмотрели. Ну что, какой тут убыток, какой там инвесторы, какие вам нужны еще вещи. К тому же, в США очень строго с разными лицензиями на проведение медицинских услуг. А при чем тут лицензии на проведение медицинских услуг? Я вам уже рассказывал, что мы вообще, YouTube, он живет по каналам США. То есть, то, что я выложил, они там просмотрели и одобрили. Если бы они не одобрили этих видео, не было бы, они были бы заблокированы. Поэтому дело идет не о медицинских условиях, хотя я вот говорю, о питании, о том, о всем. Есть там же, будем говорить, занятия различными там видами практик, особенно там единоборств, да вообще здоровый образ жизни, насколько я там слышал и понимаю, особенно, как рекламируют, распространен, вот в Америке люди помешаны на здоровом образе жизни и так далее. Так важно им сказать, что такое здоровый образ жизни. Это не то, что ты там в парной сидишь, это не то, что ты там на беговой дорожке там бегишь и высунул язык, это не то, что ты там в спортзале делаешь, это не то, что ты там вегетарианством там занимаешься, это не то, что ты там медитацией занимаешься, а это должно быть в комплексе, с учетом твоих особенностей организма и каких именно. Вот о чем мы говорим, о немедицинских услугах там. Так, возможно, надо будет мне разобраться во всех юридических тонкостях, но если надо, разбирайтесь. тонкостях, но, опять-таки, то, что я вам рассказал, какие там тонкости, вы знаете, не создавайте себе препятствий, которые еще не наступили, а то, что человек, вот так, если, грубо говоря, человек родился, ооо, да я все равно помру, что тогда жить, как бы сказать, логично, что тогда жить, все равно помру, так и вы уже создали себе какие-то в голове, это опять-таки говорит о человеке, который создает, вместо того, чтобы преодолевать препятствия, он создает их в голове, и он уже сам себя уговаривает, что это дело у него не получится, он уже уговаривает, я наоборот думаю, что все-таки найдутся такие люди, которым это будет интересно сделать, как с целью просто-напросто поделиться действительно полезной информацией, так и заработать, вот я как-то верю, и при этом затрат никаких, я так считаю, может кто-то по-другому считает, а это юридические услуги, тонкости, это уже провальный вариант, это уже у человека, заранее он себе говорил, что ничего не получится, если видео зайдут, тогда можно какой-то интернет-магазин открыть маленьким, конечно, можно интернет-магазин открыть, все, что можно открыть, можно все открыть, но для этого надо сделать первый шаг, первый шаг, и вот я в первой части, тут правда эта часть огромная получается, но пускай она огромная будет, кому интересно и чувствует важность, тот смотрит, а кому не интересно, да пускай, как говорится, они идут лесом, так вот, этот Мэтьюс, с разрушительного ран, раньше вспомнил, я как этого парня зовут, кто он такой, он ветеринар, ну, которому нравится, там, вот он как раз женился, и ему нравится пострелять там, с пистолетом, что-то у него было, там, ружье, пистолет, грубо говоря, ну, вот он это, постреливал, а потом, когда вот эта стрельба принесла, значит, начала приносить деньги, он уже там накупил и ружье, из того стреляет, из всего стреляет, и в конце концов, они, получил хорошую прибыль, на своем, вот этом, стрельбичном канале, они тогда создали целое производство по выпуску маек, там, с этими разными, там, ну, на них там различные рисунки наносят, и так далее, то есть, они вот это производство сделали, и начали уже интернет-магазин, и отправлять, то есть, даже блогер у них заказывает, что мне, пожалуйста, с майкой, на майке там написано, Малахов там плюс, там, грубо говоря, доктор Берг, там, минус, матиус с ружьем, и так далее, и они там сразу, грубо говоря, там, 100 им отослали, там, 200 кому-то отослали, либо же им дают адреса, они делают сами все это и отсылают, то есть, грубо говоря, попросили, чтобы доктор Берг, значит, вот, с какого-то эмблемкой, там, 20 человеком отослать вот такую там рубашечку или маечку, они сделали, штамповали, и сами по адресу разослали, а потом, грубо говоря, там, просто деньги ему перевели, да и все, все можно делать, все можно делать, но сначала надо сделать первый шаг, понимаете, первый шаг, шаг первый, сесть в кресло и начинать набирать на клавиатуре какую-то эту, вот никто бы из вас не узнал вот это, как этот самый, про Гарри Поттера, если бы эта женщина в будущем нищете и в отчаянии, просто от безысходности не начала писать вот такую историю, дабы отвлечься от вот этой реальности, которая выжила, и она была на грани, просто отвлечься, и в результате что получилось? Гарри Плоттер, так, интернет-магазин маленький, если, знаете, вот, как создавался этот самый, магнит, сеть магнита, вот человек начал с маленького, начался с маленького, и потом видит маленькое получается, он там еще где-то там филиальчики понаделал, там различные, потом чувствует, хоп, да можно же еще больше, и вот сеть магнит, вот какая стала, можно с маленького, да, можно с маленького, дальше продолжить, так, пока много идей в голове, идей-то много в голове, но надо осуществляя идеи, понимать последовательность их осуществления, вот, грубо говоря, там человек думает, что вот он заработает там на машину, на дом, или там будет у него там 10 миллионов доларей, а то и больше, он думает так, но к этому надо, шаг первый, что надо сделать, шаг второй, шаг третий, далее, сделав несколько шагов, возникает какое-то препятствие, о, вот тогда где-то, не сейчас, а тогда подключаются, допустим, юристы, посмотрели, что там, если надо, законодательство, еще что, чем-то так, и так далее, и того подобного, но если вы сразу начнете с юристов, законодательства, вот только потратите на них деньги, и все, и будет пшик, так, дальше, много идей, а ваш интернет-магазин приносит большие доходы в русскоязычном интернете, у меня нету интернет-магазина, у меня есть сын, Леонид Малахов, который ведет интернет-магазин, чтоб не болел, и это его дело, я к этому не имею никакого отношения, кроме как он взял мою почту, он взял мою, там, фотографию, выложил на сайте, то есть я как отец ему помог в этом, плюс в свое время я там потратил большие деньги, на что, чтобы сайт создался, и так далее, и так далее, и так далее, вот это вот, чтоб вы понимали, интернет-магазина у меня нет, на данный момент у меня пока много идей, но это хорошо, но сначала надо посмотреть, как пойдет дело в США, ну опять-таки, вот о чем мы толкуем, переводите видосы, которые даже вам понравились, или я уже говорю, вот целебную кулинарию, вы переводите пять этих видосов, от которых вот вы чувствуете, вам понравилось, ух, вот это вот там хорошая вещь, канал, и на канал, вот и все, ну, ну что вы, знаете, какая-то непреодолимая ситуация, что вы не, это, как пойдет дело в США, и тогда ясно будет, как оно пойдет вообще в англоязычном мире, то есть, если вы, Андрей, сделаете вот этот маленький шажок и посмотрите, вы можете получить такие перспективы, которые вам вот этот программист из финансовой компании, на которой вы работаете, вы сами можете сделать огромную компанию на здоровом образе жизни, на товарах здорового образа жизни, на продуктах здорового образа жизни, даже на тех же витаминах и прочее, прочее, на спорт одежде и так далее, и так далее, о которых даже никто не мечтал. подход в основе любого дела лежит подход, если вы правильно подойдете, более того, с Божьей помощью, Божья помощь имеется, правильный подход имеется, только сделайте этот первый шаг, и тогда вот как раз, как раз вы поймете, пойдет ли дело в США и во всем англоязычном мире. Вот у вас перспектива завоевать весь англоязычный мир. Для этого вот первый маленький шажок, а потом уже будет там и все остальное. Далее, может у вас есть какие-то подсказки, например, какие видео сначала переводить, целебную кулинарию. Это такие нейтральные видео, которые не затрагивают ничьих интересов. Ну, это все. А далее посмотрим. А далее, далее, если дело подключится, англоязычная аудитория, немножко хоть подключится, побольше, чем русскоязычная, можно уже целенаправленно делать по их вопросам, типа доктора Берга, краткие какие-то видосы, разъясняющие, показывающие. Более того, их можно, это я сейчас сижу, камера и я, и я особо не хочу. А можно дальше, грубо говоря, поменять и аудиторию, грубо говоря, студию, приглашать кого-то. Это намного лучше будет, когда я беседую с кем-то и разъясняю. Задаются вопросы, тара-та-та-та-та-та. То есть, я знаю, как вести передачу, на что именно обращать внимание, а не на просто там, лишь бы было интересно. Вы знаете, какая акула плавает в Тихом океане? Так, сначала переводить. Итак, целебную кулинарию. Или на какую аудиторию ориентироваться? Ну, ну, кто это такое, на какую аудиторию ориентируется? Ориентация идет на всех, кто заинтересован в здоровой, процветающей жизни. Это и семья, это и пожилые, это и молодые, это и люди среднего возраста. всем, кому надо здоровье. Вот фишка. Фишка того, что я делаю и сейчас пытаюсь выйти на мировой уровень, это в том, что всем надо здоровье, но не все специалисты, доктор Берг и так далее, так далее, так далее, все там, остальные многие, они не понимают, как этого достичь с помощью простых методов. с помощью простой какой-то концепции, без всяких нутриентов, хромосом, генов, витаминов и еще что-то такое, что они говорят, а, и минералов. Вот, что там я смотрел, значит, четыре минерала, принимайте, доктор Берг говорит, которые позволят вам иметь хорошую память. Я не принимаю эти четыре минерала, и никогда их не принимал, но я занимаюсь такими вещами, которые укрепляют память. И насколько вот я сейчас вам рассказал в этом видео, настолько вы можете судить о моей здравости и моей памяти, без всяких минералов и витаминов. Ну что, на этом и закончим. Прослушайте, взвесьте все, я уже разжевал все, и напишите мне на электронную почту, скажите, ну я хочу попробовать, пожалуйста, как, что там, тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Договор так, договор, чтобы там Ютуб не заблокировал. Ну все такое. То есть все в наших руках. И надо сделать первый маленький шаг к своему счастью, здоровью и богатству. КОНЕЦ